вот смотри какая штука вот есть жизнь человека допустим твоя вот твоя жизнь имеет несколько аспектов вот с одной стороны я как внешний наблюдатель ну или там грубо говоря вот каким-то вот божественным взглядом из космоса какое-то вот нечто там где инопланетянин смотрит на твою жизнь так извне и снимает ее на камеру словно и вот ты родился что-то там делаешь светишься дела там какие-то там дома на работе на даче там в семье там туда-сюда вот это внешний аспект твоей жизни то есть ты как объект как часть материального мира вся твоя физическая активность вся твоя суета это внешний аспект твоей жизни понял да но в то же самое время вот та же самая твоя жизнь содержит еще другие аспекты есть аспект внутренний то есть если бы та же самая твоя жизнь от рождения до смерти ну если бы мы ну ты ты видишь я не вижу но если бы я мог увидеть твою жизнь твоими глазами условно говоря увидеть все что ты видел то есть поставить камеру не вне твои глаза поставить его и не просто вот камеру увидеть ваши ты увидел а еще почувствовать то что ты чувствовал то есть совокупность своих твоего восприятия внутреннего все что ты видел слышал осизал обонял переживал и и осмыслял то есть вот внутренний аспект вот есть внешний аспект есть внутренний вот внутренний аспект он подразделяется на два таких под аспекта чувственные и рациональные вот чувственные это все ощущения твои то есть все что ты там прочувствовал визуально там осязаемо и так далее дополнение чувственного аспекта есть аспект рациональный но он уже только у высших существ которые могут мыслить то есть когда нервная система развивается на определенном этапе она может не только ощущать но еще и осмыслять анализировать свои ощущения то есть все что ты думал о жизни о себе и о внешнем мире все твои размышления то есть рациональный аспект как подраздел внутреннего аспекта вот значит для чего нам нужно вот такой анализ жизни вот в этих трех аспектах внешний, чувственный и рациональный для чего это нужно для того чтобы ответить на вопрос о смысле жизни значит жизнь мы разобрали аспект теперь давай разберем слово смысл смысл сама по себе категория условная само понятие смысла может содержаться только в субъективном восприятии живого существа то есть сама категория смысл рождается во внутреннем аспекте жизни какого-либо существа причем в рациональном его аспекте иными словами представь что вот наша планета была бы без жизни и вращалась бы вокруг солнца миллионы там миллиарды лет есть ли в этом смысл? правильный ответ ни да ни нет почему? потому что чтобы вообще понятие смысла родилось надо хотя бы внешнего наблюдателя который видел бы это вращение и имел бы к нему то есть воспринимал бы его и оценивал бы его как-то чувственно нравится ему это или не нравится удовлетворен он этим или не удовлетворен красиво это с его точки зрения или некрасиво и тогда вот это явление в его восприятии наделялось бы смыслом либо бессмысленностью с точки зрения его субъективного восприятия понял? но он мог еще какой-то с этого получать пользу с этого вращения не обязательно если бы этот наблюдатель был инопланетянин и если бы эта планета какие-то ресурсы могла им независимо от жизни на ней приносить не, ну это уже нюансы допустим вот мы там видим звезды да, мы там никаких ресурсов с них не получаем ну кроме света который вот попадает может там немножко там подсветить в темноте кому-то может быть там луна чуть-чуть подсвечивает звезды немножко подсвечивает но суть не в этом важно в том что вот эти звезды допустим они попали в наше восприятие оно опять же оно ограничено вот мы звезды видим а есть еще дальше что-то но мы не видим потому что наше восприятие оно имеет границы даже вот вот есть какие-нибудь там бактерии на столе мы их не видим мы их не воспринимаем но мы о них знаем потому что там кто-то уже их микроскоп видел мы как бы в курсе что они как бы есть но когда-то люди их не видели не воспринимали и как бы у них не было вопроса о смысле бактерий потому что такой категории в их понятии не было, что есть бактерии, и они не наделяли их, не ставили по отношению к ним вопрос смысла или бессмысленности. То есть, главное, что я сейчас хочу донести, смысл как категория не существует объективно вне восприятия хотя бы одного живого существа. То есть, если мы удалим все живое, чувствующее и мыслящее из Вселенной, понятие смысла исчезнет, ну, как и бессмыслица. То есть, вообще, постановка вопроса о смысле или бессмысленности, не будет ни смысла, ни бессмысленности, будет просто один внешний аспект, что вот есть планеты, они вращаются, и все. Это не хорошо, не плохо, в этом ни смысл, ни бессмысленности, это просто данность. То есть, планеты вращаются вокруг Солнца, ну, еще там миллиарды и миллиарды галактик с такими же звездами, планетами, и опять же, А вот как только появится во Вселенной хотя бы одно существо с восприятием, и когда его восприятие породит рациональный аспект, когда оно, ну, во-первых, оно должно изначально чувствовать, это, знаешь, как можно породить с ребенком, прорезти. Вот ребенок рождается, мыслить рационально еще не может, но уже чувствует. Вот он родился, у него же есть внешний аспект, то есть его тело, то, что он по факту есть, чувственный аспект, он все это вот ощущает, мир вокруг себя, и со временем появляется рациональный аспект, когда он уже какие-то взаимосвязи анализирует, и он уже разделяет вот там, что вот есть он, есть что-то еще помимо него, и отношение себя с внешним миром, во внешнем мире какие-то взаимосвязи, и вот тогда уже в его субъективном восприятии рано или поздно может возникнуть постановка вопроса о смысле чего-либо. Причем смысл всегда будет субъективен, то есть смысл будет по отношению к чему-то, он будет думать, а есть ли для меня смысл идти сегодня в школу, а есть ли для меня смысл купить какую-то вещь, есть ли в этом смысл, или есть ли смысл мне жениться, ну в таком духе. То есть смысл всегда субъективен, вот внешний аспект он объективен, это объективная данность, есть факт, есть тело. Смысл чего-либо того же тела, его, субъективен в зависимости от его восприятия. Вот если он... Опять же, что дает смысл? Смысл дает желание. Например, как понять, есть ли смысл в том-то или том-то. Если какое-либо явление внешнего мира связано с каким-либо твоим желанием, оно начинает иметь для тебя смысл. То есть, вот ты куришь кальян, да? Ты получаешь от него удовольствие. Ты приготовил этот кальян по той причине, что у тебя было желание получить удовольствие от процесса, от его курения. То есть, рационально ты осознаешь этот смысл, вот этого... Вот курение кальяна, это внешний аспект твоей жизни. Вот я вижу, там, Борис курит кальян. В своем внутреннем аспекте, в рациональной его части, ты можешь объяснить самому себе, и я тебе могу так же объяснить, что для тебя смысл курения в получении удовольствия. Но, вот это желание, получение удовольствия, оно содержится в чувственном аспекте. Вот видишь, есть три аспекта. Внешний, чувственный и рациональный. Вот чувственный и рациональный в сумме образуют внутренний аспект. Вот, все, что не есть во Вселенной, происходит во внешнем аспекте. И ты существуешь в этом же аспекте. Как явление Вселенной, твое тело. Желание, то есть, не без различия к чему-либо, то есть, желание, допустим, иметь что-либо, или желание, допустим, избежать чего-либо, то есть, отрицательно, желание отдалиться от чего-то неприятного, или желание получить что-то приятное, оно в чувственном аспекте твоей жизни, той же самой жизни. А смысл действия, связанного с желанием, ты уже осознаешь в рациональном аспекте этой жизни. Получается такая штука, почему люди не могут ответить на вопрос о смысле жизни. Здесь такой, вот, не разделяя на эти три аспекта, люди попадают в ловушку, почему они не могут ответить на вопрос о смысле жизни. Они пытаются ответ на вопрос о смысле жизни найти в процессе рационального размышления. То есть, они пытаются сам смысл найти на уровне рациональном, типа, смысл вот в этом, потому что вот это, а вот ни хрена подобного. Смысл рождается из желания, а желание... Ну, это субъективные и объективные аспекты. Смотри, а желание – чувственный аспект. Объективного смысла не бывает, смысл всегда субъективен. Я об этом сказал раньше. Назови мне хоть один объективный смысл. Ну, помнишь, я тебе сказал, если бы не было ни одного живого существа во Вселенной, то было бы все остальное, вот планеты вращались бы. В этом нет смысла и нет бессмыслица. То есть, это явление было бы вне смысловой оценки. То есть, без наличия субъективного восприятия хоть одного какого-то индивидуума, это не могло бы наделяться смыслом или бессмысленностью. Ну, а как же более высоко? Законы природы те же. Одно дело – это восприятие, другое дело – это восприятие одного, например, индивидуума. Другое дело – это восприятие нескольких индивидуумов или именно с точки измерения фактов существования, фактов этой планеты, результатов. Например. Потому что она тоже в природе какую-то роль, функцию что-то выполняет. Ну, это независимо от восприятия. Это просто само по себе бытие порождает такие… Любое действие в природе, оно порождает за собой какие-то… Правильно. Законы, что есть законы бытия. Помнишь, я тебе говорил? Вот планеты вращаются вокруг Солнца. Это законы всемирного тяготения, законы гравитации. Вот. Они в данном случае, вот, все по законам. Законы исполняются. Законы есть, а смысла нет. Без субъективного восприятия… Просто субъективное восприятие может это указать, что есть закон, есть какой-то смысл. Да. Оно может указать. Но… Смотри. Законы существуют вне субъективного восприятия. Вот ты есть, ты можешь эти законы понять. В зависимости от восприятия эти законы будут. Будут. Правильно. Да. А вот смысл их… Вот если бы ты был единственным существом во Вселенной, то смысл этих законов был бы только внутри тебя. А не стало бы тебя, исчезло бы твое восприятие. И смысл бы исчез из Вселенной. Понимаешь? Законы остались бы, а смысл исчез бы. Ну, в субъекте… Исчез бы смысл в восприятии одного индивидуума. Нет. Исчез бы смысл вообще. Смысл всегда субъективен. И вот я пытаюсь вот это донести. Это специфика этой категории такова, что в отличие от законов природы, которые объективны, смысл чего-либо вообще всегда субъективен. Всегда. Вот допустим, я не знаю, вот даже вот будут два человека делать одно и то же дело. Дело одно, а смысл вот для одного один смысл, для другого другой смысл. Вот мы сегодня, допустим, там, типа не корчевали. Допустим, для тебя смысл, чтобы там участок очистить и прочее. Ну да. понимая как бы смысл исполнить просьбу твоей мамы, которая попросила мне тебе помочь. Да. Вот. Понимаешь, как бы действие одно, а смысл и для нас… это немножко не смысл, немножко мотивировка, мотивация. Правильнее будет сказать. Мотивация – это, так сказать, ну это уже более мелкая категория. Смысл, она более глобальная категория. Смысл, он, наверное, все-таки как-то ближе к результату деятельности. Смотри. Результат этот будет тот. Не обязательно. Смысл может быть и у процесса деятельности, не достигающего результата. Ну да. И смысл может быть даже вот, знаешь, даже без деятельности. Например, смысл, просто смысл в том, что ты можешь вообще что-то воспринимать. Например, допустим, вот ты воздухом дышишь и ты можешь вот его смысл для себя как бы осознать. Но это не значит, что воздух существует для тебя. Воздух просто существует. Вот. Но может быть непросто, если его, если это был там чей-то план и что воздух не просто так создан и ты не просто так создан. Но даже если воздух и люди имеют какого-то творца, это не меняет этой схемы. Почему? Потому что смысл создания воздуха, человечества и всей этой истории или эволюции, этот смысл в субъективном восприятии этого творца. Понимаешь? Угу. Но это его субъективный опять же смысл. Даже если он Бог, смысл все равно даже по отношению к нему субъективен. Потому что если творец отделен от мира, то есть вот творец отдельно, творение отдельно. Угу. Он его созерцает, но не является оно его частью. У него субъективный смысл, как у простого смертного. Угу. Смысл всегда субъективен. Будь то Бог, человек или собака. Вот в собаке тоже смысл. Правда он, хотя нет, но у нее как бы есть, у нее желание есть. В чем отличие смысла жизни собаки от смысла жизни человека? В том, что у собаки тоже есть смысл, но она его не осознает. У человека есть смысл, он ее может осознавать. Но от этого, правда, ничего не изменится. Еще раз вот зайду немножко сначала… Жизнь внешне – это совокупность действий. Угу. бактерии и какие-то действия почему вообще эти действия совершаются потому что есть желание вот есть чувственное восприятие у человека и у собаки и там у других живых существ чувственное восприятие порождает желание желание есть источник всех смыслов вот желание рождает смысл то есть я говорю почему люди не мог найти ответ на вопрос о смысле жизни постановка вопроса о смысле жизни рождается в рациональном аспекте восприятия когда мы пытаемся рационально осознать чё к чему и и в чем этот смысл да а сам смысл на уровне рациональном не находится вопрос на рациональном уровне ставится в чем смысл начинаем логически копаться копаться блять все бессмысленно ну все умрем и все бессмысленно но если мы дифференцируем жизнь последовательность действий мы поймем что у каждого отдельно взятого самого там незначительного маленького действия у каждого там вдоха и выдоха есть смысл потому что есть желание вдохнуть воздух и есть желание выдохнуть и вот каждое желание рождает микросмысл каждого микро действия то есть у жизни смыслов множество то есть здесь как бы правильнее сказать что не то чтобы смысл жизни как это глобальный а то что жизнь состоит из множества действий из множества то есть жизнь не сводится к какому-то одному действию это множество огромное множество маленьких действий даже самое там великое свершение все равно состоит из последовательности элементарных действий каждый из которых имеет смысл потому что каждый из которых каждое действие оно есть следствие желания смысл всегда находится на чувственном уровне восприятия поэтому смыслом обладает даже собака хоть и не может его понять понимание смысла на рациональном уровне а сам смысл на чувственном уровне восприятия в этом главная хитрость смысла жизни дело в том что во первых жизнь это не есть какое-то одно действие это множество действий а смысл каждого действия в желании которое которым это действие ведомо вот смысл определяется желанием желание чувственное восприятие если во вселенной есть хотя бы одно живое существо со своим субъективным восприятием она имеет чувственное восприятие чего-либо она там видит что-то слышит что-то и она уже может если это то что она видит и слышит и не безразлично ему там ей здесь можно сказать что если есть не безразличие значит есть какое-то желание если это приятно либо неприятно и уже есть смысл а обращается а дальше можно рационально уже осознавать то есть чувственный аспект он главенствующий а рациональный аспект вторичный и по отношению к чувственному чувственный аспект может без рационального существовать рациональный без чувственного не можно вот и смысл всегда задается в в чувственном аспекте и выражается в форме желания. То есть вот есть желание там курить кальян, и вот это желание определяет смысл всех твоих действий, пока ты его там готовил, там эти угли и прочее, вот. А если бы этого желания не было, ты думал бы, блин, ну нахрен, ну это надо, ну какой в этом смысле, ну ты бы этого не делал. Или там, если бы я тебя попросил, сделай мне кальян. Ты бы сделал кальян, но смысл был бы другой, твой смысл был бы, моя просьба была бы, вот. Смысл другое, а действие то же самое, ты тот же самый кальян приготовил, вот, поэтому постановка вопроса о смысле жизни рождается во вторичном рациональном аспекте, а сам смысл обнаруживается в более раннем чувственном аспекте. То есть до того, как ты только задумался о смысле чего-либо, я уж не говорю там жизни, о смысле простейшего действия, как-то еще мысль не родилась, а смысл уже был. Смысл рождается раньше самого вопроса о смысле, он рождается в желании. Все, что наделено желанием, связано с желанием имеет смысл всегда. А желание может существовать в субъективном восприятии живого существа. А без живого существа, хотя бы одного живого существа в Вселенной, без ее субъективного восприятия смысла чего-либо существовать не может. Бытие может существовать, законы бытия, и внешний аспект, да, существует независимо. А вот смысл рождается в внутреннем, в чувственном аспекте. А осознается уже вторично, на рациональном. Но тут главное не сделать ошибку, вот вопрос ставится в рациональном аспекте, а ответ находится в чувственном. Надо из рационального вернуться в чувственное, и там будет обнаружен смысл. Понять, что смысл определяется желанием, а не логическим размышлением. Иначе получится доказательство для доказательства, рекурсивный подход. Бессмысленный. Надеюсь, ты смог понять мысли, которые я пытался тебе донести. Вот что. Нихуя не понял. Ну, очень интересно.